Из-за ошибок Путина Россия движется к стратегическому поражению. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Португалии Жуа Гумеш Каравиньо. Он отметил, что само по себе вторжение российских войск в Украину стало большим просчетом. А учитывая последовавшие ошибки российского командования, Украина может победить в этой войне. И Максим Ели, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, с нами на связи. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в Москве проходит саммит стран ДКБ. Песков уже сказал, что затронут тему Украины. Как вы думаете, к чему Россия будет склонять страны-участницы? Наверное, они будут пытаться склонять страны-участницы, потому что они приняли участие в войне против Украины на стороне России. Но, в принципе, эти попытки уже потерпели крах даже в первые месяцы, когда многие, даже наши западные партнеры, ожидали того, что России удастся очень быстро захватить Украину. Поэтому, скорее всего, в непубличном формате Россия будет склонять и пытаться договориться о том, чтобы страны-участницы, такие как Армения, Казахстан, Кыргызстан, в первую очередь, помогли России обойти антироссийские санкции. То есть формально повестка и этот блок занимаются в военной сфере, создан для того, чтобы предотвращать военные угрозы. Ну и, соответственно, это такой аналог военного блока НАТО, созданной России в 90-х годах в противостоянии. Но, как я подчеркнул, уже все страны заявили о том, что они не планируют принимать участие в войне на стороне Украины. Единственное, Беларусь, которая позволяет использовать свою территорию, также помогает своими войсками, проводя массовые мучения у наших границ, создавать иллюзию открытия нового фронта в Украине, вхождение в западные регионы. Но функция их сводится к тому, чтобы Украина не могла перебрасывать войска в зону наибольших боевых действий, то есть на Донбассе. Вот это такая функция. Возможно, единственное, дополнительные аргументы предоставит Путин именно Лукашенко. На него он может давить, потому что эта страна наиболее зависима от России и экономически, в военном плане. И, в принципе, они, как говорится, с Путиным в одной лодке. Их перспектива ожидает одна, одна скамья подсудимых в международном суде в ГАГе. Поэтому здесь, возможно, будут попытки как-то заставить Лукашенко все-таки принять это решение и чтобы белорусские войска также перешли границу и участвовали в военных действиях. Но все-таки я рассматриваю эти шансы достаточно невысокими, потому что Лукашенко кто угодно тиран, но не совсем дурак, чтобы прекрасно понимать, чем это может аукнуться не только белорусским войскам, которые станут легкой добычей из-за их малочисленности и неподготовленности к таким активным боевым действиям. Он уже сам недавно на заседании, на открытом для прессы, на заседании министерства приводил в пример ВСУ их тактику мобильных действий. И его риторика была абсолютно противоречащей риторике Кремля. Поэтому я говорю, что, скорее всего, этот саммит будет использован для кулуарных переговоров, нахождения форматов обхода антироссийских санкций при помощи этих стран, которые, кстати, уже этим занимаются. И в Армении, и в Казахстане. В Казахстане, к примеру, там целый туризм уже создали, когда граждане России приезжают и снимают наличность в банках Казахстана, где принимают их как мира. В Армении создаётся множество предприятий, в том числе в IT-сфере совместных, при помощи которых предприятия, айтишники пытаются обойти эти санкции и платить налоги в тот же бюджет России. Максим, а я хотел с вами обсудить ситуацию на временно оккупированных территориях, вот именно поведение России, российских захватчиков. Смотрите, что мы наблюдаем, вот по тому же Херсона очень красноречиво, когда все референдумы, ну, не случаются, их невозможно провести, невозможно заручиться хоть какой-нибудь поддержкой, ну, видимость там какую-то создали на 9 мая, но все понимают, что это были свои же оккупанты, там прошлись по городу и всё, сделали телевизионную картинку. Народ не сломить, наш, и нечего об этом говорить, именно потому референдум переносится, и на этом фоне звучат заявы принудительно аннексировать наши временно оккупированные территории. Объясните, для чего это делается, с какой целью, и как это может сказаться и повлиять на поведение оккупантов, на военную ситуацию, как это может повлиять? Не будет ли это так, что Россия ищет просто предлог, потом скажет, а, это наша территория, тут находятся военные из Украины, и поэтому мы теперь можем применить, например, тактическое ядерное оружие? Я не думаю, что если Россия его применит, то это будет Херсонская область, как вы знаете, и это очень важный регион с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, и они уже там известно воруют наше зерно, пытаются его продать, вывозят его в Крым, точно так же это касается сельхозпродукции, овощей, сейчас сезон, поэтому они точно не будут наносить туда ядерный удар. На данном этапе, с моей точки зрения, подобные заявления звучат, они уже звучали неоднократно, сейчас опять представитель, высокопоставленный российский чиновник сделал подобные заявления о возможности присоединения этих территорий к России, но опять же, при помощи референдума, по референдуму вы уже сказали, что это не будет принято, это невозможно, если в Крыму все-таки там было, были граждане, которые поддерживали предсоединение к России, это факт, другой вопрос, что их точно не было, там 90%, которые намалевали, и тем более многие люди не пришли, которые были против этого. В Херсоне, естественно, обратная картинка, зеркальная, я бы так сказал, может быть минимальное количество сепаратистов, коллаборантов там и есть, как в любых территориях, в том числе в моем родном Мариуполе, но оно минимальное. А делаются подобные эти заявления, я считаю, для повышения ставок, для повышения давления на украинскую сторону, потому что, как вы знаете, тот же пресс-секретарь президента России Песков заявлял о том, что переговоры зашли в глухой угол, нет никаких возможных договоренностей, перспектив, ни о чем невозможно договориться. А те цели, которые они поставили сейчас, минимизировали после того, как получили по зубам и под Киевом, и были вынуждены сбегать со всех северных областей Украины, сейчас они пытаются планомерно, пускай очень медленно, но тем не менее, есть определенные у них успехи на территории Донбасса, и затем предъявить это в качестве аргумента, если вдруг они достигнут своих целей, что вот давайте, либо вы соглашаетесь на признание аннексии Крыма и независимости так называемых ДНР и ЛНР, или мы откусим еще одни территории и будем угрожать ядерным ударам. К сожалению, эта тактика, по крайней мере, в отношении Запада, она пользовалась успехом, что и привело, спровоцировала полномасштабную войну, попытки умиротворить Путина под угрозой ядерного шантажа, увы, привели к этой войне. И, к сожалению, если мы будем отслеживать заявления политиков, того же господина Макрона, который грозился отказаться от импорта российских нефтепродуктов, вдруг, через неделю после того, как он вновь вступил в полномочия, он забыл о своих обещаниях. То есть, в принципе, Запад и Европейский Союз, в первую очередь, по-прежнему подвержены таким ядерным шантажам и готовы идти искать компромиссы. К сожалению, за счет наших интересов мы могли это уже убедиться, как минимум за последние 8 лет войны с Россией. Максим, а вот НАТО собирается признать Россию непосредственной угрозой. Швеция сегодня официально заявила, будет вступать в НАТО. Финны предупредили Россию. И вот есть свежее видео. Россия стягивает Искандеры к финской границе. Давайте посмотрим. Максим, это шантаж, угроза. Что это? Это именно шантаж, потому что перебросить туда войска они не могут. Как вы знаете, не хватило даже наскрести по сусекам для того, чтобы промаршировать парадным маршем на 9 мая, чего никогда не было. Потому что уже по данным западных разведок, британской разведки, до 90% боеспособных частей находятся в Украине. Поэтому, естественно, чем они могут помахать своей ядерной дубиной, это Искандерами. Ну и даже тех очень немного. Но для таких небольших государств, как Финляндия и Швеция, с точки зрения Кремля, это достаточно. Но, как вы знаете, уже есть такая шутка. В ответ премьер Финляндии на эти угрозы прислал одну лыжу в Кремль и сказал, заберите, у вас осталось с 1939 года. Как вы знаете, это была зимняя война, Советский Союз, который потерял более 200 тысяч советских солдатов всего лишь за несколько месяцев. Поэтому на Финляндию и Швецию подобные угрозы точно не подействуют. И все уже увидели за несколько месяцев войны, чего стоит, в кавычках, вторая армия мира и ее боеспособность. Максим, ну вот действительно, вы совершенно... Да, вот смотрите, вот все же не дураки. Разведки работают. Все уже все посчитали. Что у них уже было, что у них есть, что стоит за всеми этими угрозами. Ну вот на что они рассчитывают? На что рассчитывает Путин? Ну вот что он этой дубиной упавшей размахивает? Ну у него остался один аргумент. Это именно ядерная дубина. И сейчас по-прежнему вновь на российском телевидении вновь этот дискурс, который уже происходит как минимум месяц после того, как расистские войска были вынуждены отползти из территории Киевской области, Черниговской, Сумской, потеряли там разгром. Они перешли к тактике ядерного шантажа. Причины, которые я вам сказал. Увы, с моей точки зрения определенные риски нанесения ядерного удара по-прежнему есть. Но я также отметил, что, к сожалению, подобная риторика имеет эффект. Она имела эффект. И ядерное оружие по-прежнему боятся. Особенно после Второй мировой войны, окончания, после ядерных бомбардировок в Японии, боятся... Да, но и в Америке, и в Британии четко дали понять, что будет однозначный, жесткий, молниеносный ответ в случае применения какого-либо там ядерного оружия Путина. Что ж, будем надеяться, что до этого не дойдет. И мы все верим в победу вооруженных сил Украины в этой войне. Спасибо. Максим Яли был с нами на связи. Профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета.